Леся Рудник Привет! Я Леся Рудник, доследователь Центра новых идей. И сегодня я поделюсь с вами выниками доследований про образ Беларуси за межой. Уже полторы годы Беларусь находится в состоянии политического кризиса. Репрессии стали новой нормальностью. Мы решили посмотреть, как изменялось освещение Беларуси в замежных СМИ и провели доследование медийного образа Беларуси за межой. Мы поглядели на 3300 артыкулов про Беларусь, которые опубликовались в 10 выданиях семи краин в период с липень 2020 по липень 2021 года. А также поговорили с представителями коммуникационных команд штабов ДД «Яспор» про то, с чем они сутыкаются, когда работают с замежными журналистами. ТОП-3 темы, про которые на части писали замежные выдания, это «Протесты и репрессии», «Незалежные журналисты», а также «Святлана Тихановская». Про беларускую оппозицию в замежные СМИ писали у полови проанализованных артыкулов. У 30% выпадков оппозиция описывалась агулом, без именов. У инших выпадков – скрозь призму лидеров. Частей за инших лидеров беларускай оппозиция узгадывалась Светланой Тихановской. У России про Тихановскую писали зауважно меньше, чем, например, у Германии и Испании. Бабарыка узгадывался як представник оппозиции только у 2% выпадков. Про Колесникова и Тилатушка писали меньше, чем у 10% артыкулов. А Тихановскую частей заусе называли политичным лидером, зарегистрованным кандидатом альбо политичной утякачкой. При этом, сгодно нашему доследованию, международные визиты Тихановской до Байдена и Джонсона заставалися амаль незауважными. По час анализу мы зауважили, что назва нашей краины в замежных мовах изменялась. Коли в 2020 году 20% проанализованных артыкулов выкорыстовали назву «Белая Россия», то уже в первой половине 2021 года 90% выданий писали «Беларусь». Подобные выводы про осветление Беларуси в замежных СМИ отзначили и представители коммуникационных команд политических штабов и ДИАСБОР, с которыми мы поговорили. Они так само назвали самые популярные помылки и недоречности, которые делают замежные журналисты. Например, тое, что Марию Колесникову называли «кандидаткой президентой», Светлану Тихановскую – правооборонной активисткой, а у Виктора Бабарыки просили физическое интервью, когда он уже несколько месяцев находился в тюрьме. В 2020 году ДИАСПОРОШМАТ смагалась с формулевками про то, что Лукашенко выиграл выбор и то, что на улице выше 10 тысяч беларусов. Проблематично так само и тое, что Беларусь уписывает в контекст России и не бачит ее самостоинным актером, отзначили удельники фокус-группы. Подсумовывая анализ выдано, мы зауважили, что эмиграция или заключение под варту сразу отбивается на медае присутности оппозиционных лидеров. Так про Марию Колесникову писали у десять разов меньше, начинающий с вересня 2020 года, когда ее затримали. А Виктор Бабарыка и Павел Латушка так и застались амаль незауважными у замежных выданих. Хочется за короткого термину активности на свободе альбо эмиграции. Тема Беларуси протягивает гублять популярность у замежных выданих. Различивать на протяглое осветление Беларуси тяжко, потому что в других регионах света так само отбываются гучные и трагичные подеи. Частковое изникнение темы Беларуси с проанализованных выданих может быть связано и с тем, что в Беларуси амаль в целом отсутствует физический протест, который притягивал увагу замежных выданих во время начала политического кризиса. Больше про то, как замежные СМИ писали про Беларусь, читайте поспасылцы под этим видео. А я, Леся Рудник и Центр новых идей состоимся с вами на Сувязи. Покуль! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова